Всем привет! Меня зовут Гребенников Роман. Я сегодня вам буду рассказывать всякие страсти и ужасы, связанные с тем, как используется память в Scala и вообще в целом в Java. Но немножечко про себя. Это я, очень красивый. Я работаю в компании Findify. До этого я работал вместе с Ваней, но как-то пути наши разошлись. И в компании, в которой я сейчас работаю, мы в основном занимаемся... Мы много чем занимаемся, но есть такое основное направление – это рекомендации. Рекомендации товаров для онлайн-магазинов. Магазинов довольно много. Ну, как много? Несколько тысяч. У многих из них довольно много людей, много посетителей. И хорошо бы это все как-то обсчитывать не один раз на много лет вперед, раз в день, а обсчитывать все эти рекомендации в онлайне. Причем не просто их обсчитывать в онлайне, но и, так скажем, для каждого человека, который ходит по сайту, мы умеем менять характер рекомендаций в зависимости от его текущей активности на сайте. То есть мы их пересчитываем вот прям вот по-живому, пока он там ходит. И для того, чтобы это все быстро делать и быстро переучивать, нам приходится много чего держать в памяти. А если мы много чего держим в памяти, то у нас сразу начинаются с этим какие-то проблемы. Проблемы, ну, если у вас тысяча пользователей, историю которых вы используете для обучения, для всякой персонализации и прочего, ну, в принципе, небольшая проблема. Ну, взяли, я не знаю, там какой-нибудь массив, лист, что-нибудь, туда ваши кейс-классы понапихали, и оно нормально работает. Если у вас их миллион, то сразу начинаются проблемы. То есть не в любой хип в джаве ваш миллион посетителей влезет. То есть у вас какая проблема, если у вас есть миллион человек, которых вам нужно одновременно как-то обрабатывать и дообучать ваши модели. Ну, давайте возьмем вот в джаве хип, засунем туда прям гига и так 64, и посмотрим, что у нас получится. Ну, у вас сразу может возникнуть проблема с гарбуч-коллектором. Да, сейчас 2018 год, и там есть некоторые подвижки в плане развития современных гарбуч-коллекторов в джаве, чтобы он кряхтел чуть-чуть меньше. Но в любом случае у вас либо latency ваших запросов иногда начинает подскакивать вверх, когда приходит гарбуч-коллектор и решает прошерстить ваш 64-гиговый хип. Ну, и еще одна проблема не технического плана, потому что за 64 гига придется платить. И если вы придете к своему финансовому директору и скажете, что мне нужно 100 серверов по 64 гига, он скажет вам, скорее всего, что они вам, скорее всего, не нужны. Обычно вся история с моделированием данных в скале начинается с кейс-классов. Ну, у нас есть какой-нибудь кейс-класс, который описывает, допустим, просмотр страницы. Вот есть у нас идентификатор страницы и время, когда она была просмотрена. Обычно на кейс-классах в скале наворачивают довольно большие сложные структуры данных, и это очень удобно, кроме одной маленькой тонкости. Вот у нас есть вот такой кейс-класс, вот он PageU, у него два поля, и у нас вот его такой есть маленький инстанс. И тут загадка, а сколько вот эта вот конструкция памяти съест? Варианты ответов четыре. Тут на самом деле не точно, а примерно, потому что это все зависит от опции вашего JVM, от версии Java 8-9, но смысл вот примерно. Надо будет выбрать сейчас наиболее ближайшее количество байт, которое вот эта вот штука съест. Я буду по очереди давать подсказки, а мы будем голосовать. Собственно, ну, у нас есть PageView, вот тут четыре символа на строку, у нас, допустим, Java 8, где это все в UTI 16 кодируется, соответственно. Вот эта штука 8 байтов, тут еще 8 байтов, там еще что-нибудь навернется куда-нибудь, не знаем куда. Может быть, 24? Кто-нибудь проголосует за 24? Все ждут подвоха, я знаю. Вот, хорошо. Но строка — это же объект, и PageView — это объект. В Java у объектов есть заголовки. Заголовки, ну, в общем случае, чаще всего они 12 байтов, могут быть другие, ну, соответственно, тут 12 байтов, там 12 байтов, тут еще куда-нибудь. Может быть, 48? Кто-нибудь за 48? Хорошо. Есть один оптимист в зале. Ну, не такой подвух, не настолько я коварен. Но массив символов в строке — это же массив символов, массив — это же тоже объект. У него тоже есть заголовок, нам нужно хранить референс на этот объект. Может быть, тогда 72 байта. Ага, вот, близко. Вот, но мы забыли про выравнивание. Если у нас объект в памяти не умещается в DoubleWord, в 8-байтовые такие отступы, то hotspot от свободного места до следующей границы, 8-байтовой, забьет пустым местом. Это сделана особенностью архитектуры x86, потому что невыровненное чтение будет тормозить. Поэтому если еще с этим паддингом, с этим выравниванием, то у нас, может быть, набежит целый 96? Может быть, кто-нибудь за 96 проголосует? Да, ну, вообще, правильный ответ самый ближайший будет 72. Может быть, даже чуть-чуть меньше на 9-й Java. Но это все потому, что я не соврал на тему паддинга. Просто тут объект так хитро сделан, что он прям вот четко в 8-байтовой дырке укладывается. Если сюда добавить P1234, то он сразу прям, хоп, еще на 8 байтов отрастет. Для того, чтобы понять, каким образом, что внутри, как наш Java объект предоставил, или Scala Case Class, в общем-то, неважно, выглядит внутри, у нас, кроме нашего умного мозга, есть еще такая утилита под названием Java Object Layout. Она умеет гадать на ходспоте и говорить, каким образом, какая внутренняя структура у вашего объекта. Я сейчас попробую это все показать вживую, потому что это не очень сложно, потому что мы пишем на Scala, есть плагин sbt-joe, который это все умеет. Сейчас попробуем. То есть этот sbt-joe выглядит вот так. То есть вот эта консоль sbt, joe internals, и ооо, что-нибудь видно? Да, должно быть. Вот, сейчас оно скомпилится. Опа, вот, то есть что мы тут видим? Мы тут видим, что у нас, у нашего page view, у нас есть 12 байтов на заголовок, 4 байта reference на, собственно, string, 8 байтов на наш timestamp. Мы как раз идеально уложились в 24 байта, которые делятся на 8, у нас здесь нет никакого выравнивания. Вот, как выглядит string внутри? Java length string, правильно? Правильно. Вот, string внутри выглядит примерно так же. То есть у нас тут тоже есть 12 байтов на заголовок, вот они. У нас здесь есть reference на массив символов, у нас здесь есть hash, потому что вот так. И 4 байта на выравнивание, потому что в 24 мы не дотянули немножечко. В Java 9 тут немножко структура будет другая, потому что compact strings, потому что здесь вот в этот padding они еще кое-что воткнули. Но это отдельный вопрос, что они туда воткнули и зачем. Как через sbt-joll посмотреть внутренности массива символов я не знаю, но могу вам сказать, чтобы вы мне поверили, что там будет. То есть там будет тоже 12 байтов на заголовок, длина массива и, собственно, сами символы и в конце выравнивание, если не уложились. Вот, поэтому наш кейс-класс, если его красиво нарисовать, вот, безо всяких вот этих вот sbt-joll, выглядит примерно так. То есть вот наш pageview, у него тут заголовок, есть референс на строку, внизу тут вот у нас наше время, а у строки тоже заголовок, ее хэш, референс на символы, какое-то там выравнивание. У нашего массива символов опять есть заголовок, его длина и, собственно, сами символы. То есть сами данные, которые нам нужны, они вот здесь, вот здесь, а все остальное как-то вот вокруг навернуто, и оно нам, ну, без него никак, но и с ним тоже тяжело. Вот, и если это все суммировать, все, что там получилось, вот, то нам нужно, а тут просто, а, нет, все влезло. То есть нам нужно только то, что вот здесь вот внизу, а все остальное это какой-то оверхед. Если мы это все сложим и посмотрим, а сколько же вот в pageview у нас по уму расходуется, а сколько не по уму, то получится, в общем-то, 80%, что крайне печально, потому что вот из тех 64 гигабайтов на наши данные тратится, ну, так, где-то гигов 15, а остальное все непонятно зачем. Вот, чтобы этого кота сделать посчастливее, а, с коллекциями ситуация обстоит примерно, в общем-то, так же, ничем не лучше, потому что скала коллекция — это не магия, а про магию мы чуть попозже поговорим. Вот, то есть наш список, лист, ну, это его такая упрощенная сигнатура, ну, как бы, если это можно назвать сигнатурой, упрощением, вот, то есть это по факту просто кейс-класс, у которого есть референс на его голову и референс на хвост. Вот, то есть у нас, помимо наших данных, которые мы внутри списка храним, у нас еще обязательно есть объект, который описывает элемент списка, который со своим заголовком, и у него еще есть два референса на голову и на следующий объект. То есть у нас все крайне, еще более печально в плане памяти становится. Выглядит это вот так, вот здесь вот какой-то объект, референса, туды-сюды-сюды, вот, то есть наши данные, они где-то вот здесь вот вдалеке, и это только меньшая часть того, что в памяти у вас лежит в плане полезной информации. Для того, чтобы ближе к делу посмотреть, сколько занимает ваша вот эта вот вся конструкция, например, с миллионом page view в памяти, мы можем, конечно, использовать листик на бумажке, листик, бумажку, ручку и попытаться это посчитать через sbt-jow, вот, но есть еще более простой вариант, это такая штука, называется jam, это java agent for memory measurements, это такая штука java-агент, в которой вы можете дать какой-нибудь референс и сказать, а ты, пожалуйста, по нему вот так вот пройди по памяти и посмотри, сколько оно занимает. Вот все дерево объектов, начиная с вашего, с какого-то определенного референса. Вот, очень полезная штука. Все, я сейчас попробую показать, как это выглядит. Сейчас, наверное, дама должна быть. Не-не-не, все хорошо. Вот так. То есть я написал простенькую функцию, которая дергает этот jam. О, что такое? Странно. А, я, наверное, сбросил импорты. Подождите секундочку. Знаете ли, бывает такое? А, точно, я забыл это сделать. Вот они. Не пугайтесь, это чисто для презентации. Так. А так? О, а так работает. То есть вот наша строка hello, если ее засунуть в этот вот jam, то она скажет, что она 156 байтов. На самом деле, если начать по одному символу удалять, то оно будет прям скакать на выравнивание. Опа. Один символ убрали, а выравнивалось по-другому. Естественно, мы можем использовать этот же метод, чтобы взять какой-нибудь, например, список от нуля до тысячи интеджеров и посмотреть, сколько он займет. Вот. И то есть как-то получилось, что тысяча элементов, тысяча интеджеров, которые по факту, ну, по уму четырехбайтовые, получилось 40 килобайтов мы на это заняли. То есть на один интеджер вместо четырех байтов у нас 40. Что, в общем-то, нормально, но как-то многовато. И если это все нарисовать в виде графика, то мы видим, что сначала оно там совсем все плохо, потом оно потихонечку сходится. И вот в случае с нашим page-view, то оно сводится где-то к 96 байтам на один page-view, что немножечко многовато. С коллекциями, с разными типами коллекции оно, если взять коллекцию интеджеров, то мы увидим, что 4 байта, если это лист, для вектора там будет 40 байтов, для вектора это будет 20 байтов, для сета чуть побольше. Но ситуация крайне печальная. И как бы избавиться от этого, если вы находитесь на GVM, такого простого способа нет. И эта проблема не в скале как таковой, разработчиках скала, которые не подумали о памяти, а особенностях управляемой платформы. То есть если вы хотите, чтобы у вас была розовая поня в плане типизации и прочих плюшек и garbage collection, то за это приходится платить цену. И платите вы эту цену обычно деньгами, когда вы работаете где-нибудь в облаке, в облаке платите за железо. А в параллельной вселенной в это время люди пишут не на Java, а, например, на C++. И им норм. Допустим, мы возьмем какой-нибудь класс page-view, у него есть строка и таймстэмп. Вот так, конечно, нельзя мерить, сколько page-view занимает, я знаю, не говорите мне об этом. Но это я просто для демонстрации, что мы хотим узнать. Потому что нельзя так мерить, потому что эта штука померит только то, сколько page-view занимает на стеке. Но строка, там есть еще указатель на массив байтов, который в хипе. Но неважно. Если посмотреть, каким образом это все будет разложено в памяти, то оно будет разложено гораздо проще. То есть у нас есть наш page-view, тут сразу гвоздями прибитая длина. Вот здесь вот будет указатель на массив байтов, вот здесь вот будет время, тут возможно выравнивание и все. Если у нас векторы, то они друг к другу прям вот так вот к паровозикам пришьются. Вот, то есть, ну тут на самом деле еще будет между ними выравнивание, если все прям по уму посчитать. Тоже там еще где-то 4 байта дырочки. Но опять же это контролируемо в зависимости от ваших желаний. Если вам забить на перформанс, вы можете убрать это выравнивание прагмами всякого компилятора, и оно прям вот слепит их вот прям вот так. И это будет работать, и ваш процессор будет сильно рад, потому что у вас не нужно входить в какие-то случайные места памяти, чтобы взять следующий элемент листа. Они у вас прекрасно все расположены одной такой длинной колбасой. То есть оверхеда по памяти минимум. Ну то есть он в любом случае есть, но его значительно меньше, потому что нету заголовков объектов, нету этих бесконечных референсов на другие объекты. Кэш процессора счастлив, потому что не нужно случайные какие-то объекты из памяти качать. Но вопрос, а можно ли вообще что-то такого достичь, но не выходя из менеджера виртуальной машины Java? Вот этот дядечка думает, можно ли это достичь. То есть пока он думает, мы обозрим немножечко несколько вариантов, что с этим можно сделать. Это не полный список вариантов, которые могут что-то подобное сделать. Их, наверное, значительно больше, но проблема у них у всех есть. То есть есть Project Valhalla, это Value Type, Value Type в ходспоте. Это все активно пилится, но черт узнает, когда оно прилетит до состояния, когда это можно будет пользоваться. То есть даже есть какие-то уже превью версии 10-й Java с Valhalla, если кто-то хочет попробовать. Но она такая очень зачаточная, и то есть прям вот так все хорошо там еще будет крайне нескоро. А вот есть Chronicle Map, который, ну, из названия следует, что он только Map. Вот, он Java-специфичный, там очень навороченный API, вот, в плане того, чтобы с ним работать. Нужно писать кучу boilerplate, чтобы ваши эти кейс-классы туда засунуть и чтобы их как-то высунуть. Вот, но, по крайней мере, он есть. Вот, есть MapDB, который тоже вроде как Map, но он еще умеет быть set, но кажется, это все. Вот, еще он очень заточен под работу с диском, и он не работает. У меня так и не получилось завести его со скалой, потому что он написан на Kotlin, и там есть какой-то бах в компиляторе Kotlin, из-за которого оно не работает в скале. Я не знаю, как так можно было сделать на виртуальной машине Java, вот, написать на Kotlin, чтобы скале не работало. Ну, наверняка. Вот. Есть еще Scala of heap. Вот, у него, он всем прекрасен, кроме того, что не было коммитов последние три года. И он не умеет работать с объектами, которые динамического размера, например, со строкой. То есть, если у вас есть кейс-классы, в которых есть только лонги, инты, и другие кейс-классы, в которых есть только лонги, инты, тогда будет работать отлично. Если есть строка или какой-нибудь массив неизвестной длины, то, извините, и там есть feature request, который никогда уже не будет, к сожалению, сделан. Но вот есть еще Google Flat Buffers, который делает примерно то же самое, что мы тут о чем мечтаем, но вот кодогенерация, то есть, вам нужно написать какую-то схему, из нее генерируется какой-то страшный Java-код, который вы можете использовать, но не хочется. И ситуация крайне печальная, потому что мы все-таки в Scala мире расположены, и хотим сделать чего-то такого. Мир лучше, а не получается. Поэтому мы, точнее, как мы, я, мы все ли и подумали, а что если бы была такая штука, которая вот втыкалась в Scala коллекции, которая по смыслу расширяемая, то есть туда можно вставлять реализации своих коллекций, которые будут иметь тот же самый API, но вот сзади они там будут реализованы как-то по-другому. Вот. Чтобы оно могло работать с любыми типами кейс-классов, то есть оно могло их как-то там прозрачно упаковывать, прозрачно распаковывать, и мне бы не пришлось, как в случае с Chronicle Map, писать вот такие километровые портянки этих энкодеров и декодеров, чтобы оно само. Вот. И чтобы оно как-то еще работало так, чтобы не тормозило сильно. Ну и, собственно, после нескольких неудачных попыток получилась одна удачная попытка. Вот она лежит на гитхабе, называется ScalaPact. Это такая библиотека, которая расширяет скалы коллекции, в которые можно засунуть кейс-классы. Она его под капотом упакует в массив байтов, но для вас это все равно будет торчать наружу, как кейс-класс. И вы, конечно, скажете, что ла-ла, это все, конечно, классно. Давайте я вам код покажу. Точнее, не код покажу, а я вам демо покажу, как это все работает. Если у меня получится. Так. Ага. То есть, допустим, у нас есть вот такой вот лист на тысячу элементов наших любимых PageView. Он будет выглядеть у нас PageView, там и toString, и toLong. Так, скобочек правильно, но пускай будет toList. Вот, у нас есть лист наших PageView, их тут много. Мы можем прикинуть, сколько он там по памяти у нас занимает. Ну, вот как раз 96 байтов на элемент, как у нас примерно и получалось раньше. Но мы можем сделать немножечко магии. То есть, у скала коллекции есть прикольный метод, называется tool, чтобы конвертировать между коллекциями. Мы можем сделать здесь PackedList. Вот, вот здесь есть специальный костыль у этого PackedList для компактной его репрезентации. Вот, и сейчас тут что-то происходит, и у нас внезапно получилось 19. Что, в общем-то, крайне неплохо, потому что в PageView там все те же самые. То есть, если мы сделаем list to PackedList, там, не знаю, head, то есть там то же самое будет. То есть, это как бы ваша вся любимая коллекция с… Там на самом деле компакт возвращает то же самое, только с другим внутренним бакендом. Можно и без компакта. Вот, то есть там… Об этом я поговорю чуть-чуть попозже. Ну, вкратце да. Да, вкратце да, но как бы вопрос, насколько он будет медленнее. То есть, вот это как-то так выглядит. На самом деле мы не ограничены листами. Мы можем еще ту же балалайку делать с мапами. Map, пускай будет integer. Но вот это вот. Map. Это просто обычный Map. А где же PackedMap? Он же Map. Не-а, не-а. А, это скала коллекции. Там можно только… Вот в Map нельзя. Пара-рейк. Куда же… Мапа должна весить столько же. Я не могу понять, то ли я где-то какой-то имплисит забыл засунуть. Сейчас, секундочку. Так. Пайш-фью. Та-та-та-та-та-та-та. Ты вроде все добавил. Так. Давайте попробуем вот так вот. Нет. А мы сейчас попробуем прямо в код посмотреть. Что нам… Ух, япона мать. Но это не тот код, который я бы хотел вам показать. Ладно, что-то у меня не получается с мапами. Но поверьте, они там есть. И, в общем-то, overhead там тоже сильно меньше, чем у обычной мапы. Я, правда, не могу понять, почему оно не работает. Там должен быть отдельный имплисит класс, который умеет обычный мап конвертировать в запакованный мап, но почему-то куда-то имплисит подевался. Ну, это обычное дело в скале, я думаю. Все знакомы. Всем знакомы. Куда-то он подевался. Да, это все менедж хип. Там, правда, я сейчас расскажу чуть поподробнее. Вот. То есть вопрос, как это все работает. То есть оно выглядит немного магически. Вот. То есть мы вроде взяли наши какие-то кейс-классы, под капотом их упаковали в массив байтов. Там же их распаковали, когда мы какие-то там мапы, листы, ой, там, мэп, флэтмэп, филтр делаем. Все это разлетается автоматом. Вот. Но я чуть-чуть поподробнее расскажу, как это работает под капотом. То есть у нас есть вопрос, как работает сериализация. То есть у нас есть просто кодеки для базовых типов. Мы знаем, как хранить инты, как хранить строки в виде байтов. Ну, по факту, ничего сложного. Вопрос, как это все вывести для какого-то кейс-класса. И для этого есть такая классная штука, как шейплесс. Я думаю, про нее все слышали, но все боятся. Вот. Я сейчас попробую показать, что шейплесс не настолько страшный, как кажется. Хотя на самом деле он, конечно, страшный. И как это все выглядит. То есть у нас есть кейс-класс. Вот в нашем случае это pageU. У него есть два поля. Это типа строка и типа long. Мы этот pageU можем представить, как такая штука под названием h-list. Гетерогенный лист. Это по факту просто некоторая compile-time структура, описывающая, что это нечто, состоящее из строки, лонга. И, в общем-то, и все. Хнил — это вот конец этого листа, потому что она так очень хитро представлена рекурсивным типом. То есть эта же конструкция, она compile-time. Дальше мы… Вот это у нас как раз h-list получился. И мы, опять же, compile-time, зная, как стерилизовать строки и лонги, по этому h-listу идем итеративно и наворачиваем вот этот наш encoder-decoder для всего h-листа. Я сейчас покажу, как это выглядит в коде. И это на самом деле не так страшно. Но для того, чтобы… Я думаю, все примерно представляют, что такое type-классы или, наверное, хоть как-то про это слышали отдаленно. Но type-классы — это способ расширить функционал некоторой сущности какими-то методами, которые в ней непосредственно нет. Если так совсем обобщить. Но если мы попытаемся поработать с нашими h-listами тем способом, которым я описал, то там есть несколько разных уровней сложности. То есть наш page-view достаточно простой. Там есть два типа, ничего не навороченного. То есть простой, он выглядит вот так, easy. То есть у нас есть два типа. У нас есть уже кодеки или type-классы, которые умеют сериализовать строки и числа. И мы из них делаем один большой, который умеет сериализовать строку, а потом число. Есть более сложный способ. Когда у нас есть строка, и дальше у нас есть еще один какой-то кейс-класс, для которого мы не знаем, как его сериализовать. Но мы знаем за то, как сериализовать его дочерние части. То есть строки и числа мы умеем сериализовать, а сам easy еще пока нет. Вот если мы выводим кодек для обычного случая. Есть еще более сложный случай. Когда, выводя кодек для вот этого хардкора, нам уже нужен кодек для хардкора. То есть это такое рекурсивное выведение. И чтобы всех полирнуть танцем, есть еще nightmare уровень с ADT. Когда у нас есть какое-нибудь дерево, вот таким вот образом описанное, и вот здесь мы, черт его знает, что здесь. Это лиф или ноут будет. И нам бы научиться как-нибудь для этого выводить кодек, и так, чтобы оно все само. На Stack Overflow есть, так скажем, несколько ответов, типа, как это все сделать. Так вот, типа, чуваки, смотрите, как я могу. И три экрана кода, которые понять может, наверное, каждый сотый человек, который пишет на скале. Но все на самом деле не так плохо, потому что если вы возьмете shapeless и поройтесь по тем вещам, которые он умеет, и по примерам его, то там есть такая штучка под названием labtypeclass, которую это все сводит буквально к пяти строчкам. То есть мы сейчас попробуем это все увидеть вживую. Я попробую прямо это все вживую написать. И вы поймете, что это не так уж и страшно. То есть у нас, как это выглядит, это просто обычный тип, который вам нужно реализовать, ну как, интерфейс, который вам нужно реализовать, и реализовать в нем там два, три или там четыре, сколько-то там методов в зависимости от того, чего вы хотите добиться. То есть вы описываете, что делать, если ваш кейс-класс закончился. Ну, в случае, если мы хотим что-то сериализовать, допустим, то нам ничего не нужно там делать. И реализовать наш вот энкодер-декодер или тайп-класс для головы и хвоста. Если у нас есть уже энкодер для головы и хвоста. То есть просто вот так вот их как-то составить. А если вы хотите вот эту вот с ADT-магию, то можете сделать примерно то же самое, только вот для вот этих вот силт-трейд структур классов. Но, опять же, это не обязательно. И оно само. Оно, когда у меня первый раз скомпилилось, я очень обрадовался. Сейчас мы попробуем это все сделать. Оно словами-то классно говорить, а вот когда код начинаешь писать, оно все как-то не так классно, но я попробую. Так, не сюда, type-класс-демо. Сейчас, смотри. Ну, вот так видно должно быть, да? Ну, мы энкодер-декодер не будем реализовать, потому что там энкодер-декодер, это все сложно. Допустим, мы сделаем вот это вот все выведение для простого type-класса, энкодера, который просто все в строке пишет. Он просто делает show. У нас есть там метод print, у нас есть value типа t, который туда прилетает, и в конце у нас возвращается строка. Вот. Сделаем несколько реализаций этого type-класса, но для... В случае нашего page-view у нас нужно уметь реализовать строки и числа. То есть это будет string show show. И по-хорошему мы можем сделать вот здесь вот new show string, оно нам тут идея подсказывает, и мы здесь тупо value вернем. Но идея нам тут тоже сереньким все подсветила и говорит, что это все можно свести к single abstract method и переписать это вот так. Магически выглядит, но работает. Ну, по факту, вот эту вот функцию dev print мы можем выразить в упрощенном виде, просто как безымянная функция, в которую попадает строка и выходит строка. Но поскольку... Ну, или есть это же то же самое, только словами и без подчеркиваний. Вот, просто identity. Нам туда передали строку, мы строку вернули. Идея подсвечивает это красненьким, но это обычное дело, когда вы пишете на shape-less. Да, это проблема с идеей. В том плане, что оно скомпилится. Просто идея потом... А? Что, помогло? Нифига себе. Что только люди не делают, чтобы в идее красненьким не подсвечивало. Но на самом деле без этого оно тоже будет нормально работать. long show long Тут будет примерно то же самое, только мы сделаем toString. Ну вот. Вместо того, чтобы это все развесить, это писать. Дальше нам нужно сделать вот эту вот ту самую магику с labeled type класс и прочей фигней. Вот. Мы сделаем object magic. Почему бы нет? tense-leveled type class companion для типа show. Ну вот такая вот сигнатура странная, да. Type class для show. И он нам сейчас идея скажет, что мы тут что-то не реализовали. Не реализовали мы тут несколько методов. Вот те самые методы для... Для наш h-list закончился, для головы и хвоста, и вот это вот все. Нам нужно их сейчас сделать. Но для начала мы попробуем сделать для... Вот. Empty product. Для конца нашего списка кейс-класса. Вот здесь мы, в принципе, можем тоже сделать single-abstract method. То есть у нас сюда прилетает h-new, а мы возвращаем пустую строку. Ну, можно было, конечно, тут что-нибудь еще сделать, но самый простой вариант. Теперь, собственно, для головы и хвоста. Сейчас мы тут как-нибудь сигнатуру поправим, чтобы она влезала на один экран. То есть у нас есть наша value, которая, собственно, голова и хвост, и нам для нее нужно вернуть какую-нибудь строку. И причем у нас есть не просто голова и хвост, но и, соответственно, вот эти вот энкодеры, ну вот, шоу для головы и для хвоста. Поэтому тут особо ума много не надо, чтобы это все напечатать. То есть мы говорим print value head пробел и хвост print value хвост. И вот как бы почти все. И тут есть одна еще страшная вещь, то есть она нам предлагает ее реализовать, это projection. Когда, то, чтобы поместилось. То есть у нас есть инстанс типа show g, а нам нужно получить инстанс типа show f, если у нас есть функции, которые умеют f в g и g в f. Вот. Выглядит страшно, но по факту там ничего страшного нету. print to value. Вот. Все. И у нас даже идея красненьким перестала подсвечивать вот этот вот type class, потому что мы его как бы реализовали все, что хотели. Тут есть помимо labeled product type class еще просто type class, который заставит вас реализовывать еще вот эти вот штуки для field трейдов. Но для упрощения всего мы этого делать сейчас не будем. Теперь мы сделаем type class для нашего page view. Причем вот так вот. Implicitly show page view, но только не сразу, а после import magic. Вот так вот. И теперь это все балалайко попробуем скомпилить. Самый страшный момент. Когда что-то на шейпле сиделаешь, если оно шмякнется, то потом не поймешь, что там происходит. Но похоже, скомпилилось. Да, скомпилилось. То есть мы теперь можем сделать вот так. println page view show print page view, там не знаю, hello 1. Вот. И запустим это дело. Оно сейчас еще чуть-чуть покомпилится. и напечатает нам hello 1. То есть мы научились выводить наши type классы, наши вот эти вот энкодеры для любого кейс-класса, который мы захотим. Если у нас есть энкодеры для дочерних типов. Вот. На самом деле, у такого подхода вот с лейбл ты шейплос балалайками, есть одна проблема. То есть я с ней столкнулся, когда то есть у нас есть там одна база данных, которую мы сами написали драйвер, это кликхаус для кастримов. И вот этот вот сам драйвер, он умеет выводить энкодер для любого кейс-класса. И у нас есть один кейс-класс, у которого что-то около 50 полей. Вот. И из-за того, что шейплос сам по себе очень неповоротливый, этот файл компилится где-то около минуты. Есть другие подходы к генерации вот этого штука. Недавно появилась там библиотека Magnolia, которая не она тоже compile time, но она на макросах, поэтому она так не тормозит. Но у нее совсем другой синтаксис. Ну вот, про это мы я особо рассказывать не буду. Но смысл в нем тот же самый. То есть мы сейчас тут немножечко нагородили метапрограммирование и вывели type-класс для нашего кейс-класса. Звучит классно. Вот. Чтобы это все добро интегрировать со скалоколлекциями, по замыслу скалоколлекция они расширяемые. То есть когда вы видели этот метод to скалоколлекции, если вы посмотрите на его сигнатуру, то там будет она будет хотеть implicit типа can build from. Поэтому если мы сделаем вот этот самый can build from для нашего packed-листа, packed-мапа и packed-чего-то там, то они смогут достаточно простым образом туда встраиваться. Главное просто все реализовать в этом can build from, что от вас хотят скалоколлекции. Ну, скалоколлекциями 2.13 там все поломается, поэтому если вы надеетесь, что вы напишите can build from по 2.12 и в 2.13 все будет хорошо, то я вам сочувствую. то есть вот этот библиотеку в 2.13 точно не будет работать, пока мы не перепишем ее под нормальные скалоколлекции в 2.13 ну и в целом скалоколлекции в 2.12 если вы пытаетесь их расширить, они немного болезненно идут по опыту, но в целом жить можно. Каким образом работают списки? Вот как раз кто-то спрашивал, то есть у нас есть лист, который packed-лист или неважно, мы делаем просто один большой шмат байтов, когда мы туда пишем наши page-view, мы просто их по одному сериализуем и туда вот так один за одним накладываем. Накладывать можно в разных, разными способами, то есть там можно в середину накладывать, можно с конца накладывать или там сначала накладывать, вот, но при том подходе, который вот я сейчас описал с этими type-классами, то есть оно даже с примитивами будет работать. Вы сами видели, то есть packed-лист от интеджеров, он как раз вот 4 байта на интеджер четко и занимает, что в общем-то хорошо, но все равно подтормаживает, потому что боксинг. Но я об этом чуть позже расскажу. То есть выглядит это все в памяти примерно так, то есть у нас нету никаких референсов наконец, никаких object-headers, все просто так вот напихало в память, как есть. Можно опционально добавить padding, можно не добавлять в зависимости от того, как вам, сильно ли вы спешите. Вот. А, ну, демо с листом интов я случайно уже показал, потому что я забыл, что здесь такой слайд есть для этого. Вот. Мапы работают чуть по-другому, ну, примерно так же, как и листы, но как мапы. То есть у нас есть, ну, все, наверное, знают, что такое этот хешмап с открытой адресацией, но вот здесь он по смыслу и реализован. Только в бакете, вот это вот, вот этот прозрачный, в длинном бакете, там хранится не сам объект, а просто смещение в нашем буфере, в котором мы все это записываем. То есть если нам нужно добавить объект в мапу, то мы, ну, как бы мы его, если хотим, мутабельно собираем с нуля, то мы просто дописываем объект в конец, считаем от него хешкод, по этому адресу добавляем его вот эту вот open addressing таблицу и добавляем туда смещение на начало этого объекта. Вот. Если нам нужно прочитать, мы работаем в другой последовательности, считаем хешкод, идем по вот этой open addressing таблице, получаем offset и читаем оттуда, откуда, по тому offset, по которому нужно. Вот. Все, конечно, классно звучит, то, что я описал, но тут много всяких разных проблем, есть. Во-первых, оно, ну, как бы не совсем до конца immutable, потому что если у вас есть, то есть добавить элемент в начало списка, допустим, это очень, ну, листа классического листа, линк листа в скале, это очень просто, потому что вы просто делаете новый объект головы этого списка, а хвост указывает, грубо говоря, на старый список. Вот. И вам не нужно ничего с нуля копировать. Если у вас под капотом огромный километровый байт-арей, вот, то вы не можете просто так в начало его дописать, потому что, во-первых, не знаете, ну, вам нужно его либо как-то переалацировать, либо вам нужно изначально его писать как-то в середину этого байт-арея, чтобы можно было и сначала дописывать, и с конца дописывать, и еще как-нибудь. А семантика, вот, листа и мапа, которая получилась вот с этими пакованными коллекциями, она отличается, ну, вот, как в том числе, если вы, например, в мап решите добавить элемент. То есть, по-хорошему бы, как это работает в классических мапах в скале, там 3Е под капоту, 3Е-мап, то есть он иммутабельный, но как бы оно изменит только ту часть, то есть сделает новую только ту часть себя, только ту страничку этого 3Е, которая поменялась вашим элементом. Остальные все останутся те же. У нас не 3Е, поэтому поменяются байт-арей под капотом, поэтому надо его снова реалансировать, что вообще очень медленно. Поэтому, если вы не через билдеры с этими спакт-коллекциями работаете, то вот через вот эти ту и вот этой конверсии целиком коллекции, то все плохо. Ну, можно, конечно, сделать как-то, чтобы было все хорошо, но лень. И некоторые методы вот скала-коллекции, вы когда вот делаете свой can-build-from, вы можете их переопределить, если вы считаете и знаете, как вы можете их реализовать быстрее. То есть, например, length в длина списка в случае с обычными коллекциями, ну, с linked-листом, он просто по всему списку пробегает. Если использовать length по умолчанию и ничего там не оптимизировать в случае с нашим пакованным листом, то нам нужно будет вот всю эту коллекцию распаковать, пока мы пробежимся. Но нам, в принципе, чтобы получать длину, нам ее не нужно распаковать. Нам нужно знать, мы же знаем длину каждого объекта в начале, поэтому мы можем только по длинам пропрыгать, сложить их и, в общем-то, все. То есть, реализация некоторых методов есть оптимальная, но не всех 150, которые тут есть в Scala Collection. И если вы туда все равно пихаете примитивы, то от боксинга вы все равно не уйдете, потому что это Scala Collection, Scala Collection это генерики, то есть вы туда можете класть только объекты. Даже если это интеджер, то есть вы туда кладете объект, этот объект анбоксится, кладется в вот этот вот пект, что-то там, что оно займет 4 байта, когда вы читаете, он и обратно сбоксится, и вам вернется. И это ограничение Scala Collection, и уйти от этого никак не получится, если вы не решите переписать все Scala Collection целиком. Самое интересное это performance. Ну, тут сначала сейчас performance чисто по памяти, то есть вот наш пект-лист для листов интеджеров выглядит нормуль, прям вот 4-4, 4 с небольшим, сильно меньше, даже чем вектор, и еще более меньше, чем лист. Ну, потому что репрезентация, оно все в бинарном виде, пакуется, 1 int, 1, 4 байта, и все по-честному, небольшой там overhead на… То есть вот этот буфер, он не четко под вашу коллекцию делается, а там чуть-чуть с небольшим запасом. Если мы туда пихаем page view, то ситуация, в общем-то, тоже не такая плохая. Вот оно сильно меньше по памяти, причем оно, чем более развесистый ваш кейс-класс, тем лучше ситуация, потому что тем больше у вас было оригинальных референсов, и тем меньше их будет в вот этой бинарной репрезентации. То есть, если бы там было не page view, а какая-нибудь структура с 50-ти взложенными классами, то там было бы все значительно более весело. По крайней мере, у нас так. С performance я написал парочку бенчмарков посмотреть. То есть, это лист интеджеров и разные операции для разных реализаций этого листа. То есть, filter и for each. Filter, соответственно, когда он делает новую коллекцию, for each новую коллекцию не делает. Но смысл в том, что было интересно посмотреть, насколько packed list медленнее, чем то, что сейчас есть. И я, если честно, когда боялся запускать бенчмарк, но, как выяснилось, все не так плохо. То есть, например, filter, да, он медленнее, 14 против 11 тысяч наносекунд на операцию. Это нормально. С for each ситуация тоже похуже. Тут в три раза медленнее, но три раза это не 300 раз. По крайней мере, если вы готовы заплатить меньшей пропускной способности вашей системы, но за счет сохранения большого количества памяти, ну, почему бы и нет. По крайней мере, у вас есть такой вариант компромисса. А с мапами тут немножко другие бенчмарки. Вот, есть один бенчмарк, который делает мапу из тысячи элементов, там, насколько я знаю, int на page view. Ну, не принципиально, они как бы, содержимое у них одинаковое. Ну, packed map, логично, что его медленнее делать, потому что там, когда мы делаем обычный мап, мы элементы не упаковываем, мы их кладем как есть. Вот, тут мы их упаковываем, поэтому медленнее. В общем-то, магии никакой нет. Вот, посмотреть существующий элемент, ну, в мапе это быстро, в запакованной мапе это медленно, потому что, когда мы его посмотрели, элемент существует, нам его нужно распаковать. в случае с обычной мапой нам его не нужно распаковывать, что радует, но и печалит одновременно. С несуществующим элементом получилось забавно, потому что здесь быстрее. Но быстрее не потому, что тут где-то ошибка в бенчмарке, а потому что разные реализации мапы, ну, концептуальные, алгоритмические разные реализации. Здесь 3e, то есть там может быть несколько вложенных типа мапов. Вот, а здесь open addressing, то есть если элемента нет, то вы считаете хэш от ключа, вы идете в bucket, если там ничего не лежит, то значит элемента нет. Вот, в случае с 3e мапами в скале там алгоритм чуть сложнее, по крайней мере, не только в один bucket посмотреть, а там еще как-то пожонглировать, поэтому чуть медленнее, но тоже незначительно. Вот, ну, скажете вы, вот вы эту штуку написали, и что? Ну, в Prode мы на самом деле еще пока это не используем, потому что вы ожидали, что сейчас вообще тут космические корабли бороздят просторы. Не, пока рано, потому что вот много их там багов, вот, и оно обычно руки до этого плохо доходят, но когда-нибудь их станет меньше, и мы это все начнем использовать. Ну, по крайней мере, в качестве прототипа мы попробовали, оно работает, но есть свои проблемы. Но в основном, лично для меня вообще этот проект был способ разобраться с шейплосом, вот, и с метапрограммированием в скале, и как-то стать немножечко лучше, и может быть даже лучше мир сделать, а может быть и хуже, не знаю. Так, вот сам скалопакт, если хотите поиграться, он лежит на гитхабе, есть в Maven Central, можно просто тупо вот засобачить, и вот поиграться. Java Object Layout, это часть OpenJDK, валяется на любой свалке, есть SBT-JOL плагин, который можно просто как SBT плагин поставить, есть JAM, который тоже и Maven Central, и гитхаб, и что хотите, то есть это просто обычный Java агент.